Всем привет, с вами Лина, и сегодня я подобрала для вас самые оригинальные и прикольные лайфхаки для школы. Мне кажется, такие хитрые штучки вам обязательно пригодятся. А сегодня я передаю привет Соне, ведь твой комментарий каким-то чудом смог утаиться и не набрать ни одного лайка. Поэтому, Соня, огромный тебе приветик, а если и ты хочешь попасть в следующее видео, то обязательно пиши комментарий, а может даже несколько, что пусть наверняка. А также ставь лайки на другие комменты. Ну а перед тем, как мы начнем, сегодня нажимаю на эту красненькую кнопочку, и тогда ты никогда не будешь скучать. Ну что, все сделали? Тогда поехали! Помните, я вам всегда рассказывала, что очень плохо знаю английский язык, а сейчас это очень важно? Поэтому я начала искать современную онлайн-школу английского языка. Так вот, есть крутой лайфхак. В языковой школе сканд не просто скучные скайп-уроки, а целая образовательная платформа со своим приложением и очень крутым ютуб-каналом, разговорными клубами и всякими другими фишками. А самое главное, что это очень удобно, и не надо никуда ходить. Кстати, первопробное занятие абсолютно бесплатное. Ссылочку на него я оставлю в описании, поэтому, ребята, обязательно попробуйте. Ведь английский язык дает просто кучу всяких разных возможностей. При путешествии можно поступить в какой-нибудь крутой вуз и стать тем, кем ты хочешь. В общем, ссылочку найдете в описании. Ну а теперь следующий лайфхак. Не всегда в рюкзаке можно найти нужную тетрадку. И меня, если честно, это очень сильно раздражало. Поэтому сейчас мы с вами исправим эту ситуацию. Для этого нам понадобятся всего лишь маркеры разных цветов. Ну, или фломастеры. Ну и, конечно же, наши тетрадки. Например, по истории отметим синим маркером. А по математике оранжевым. Зато у нас тетрадки будут очень яркие. А сейчас нам понадобится книжка, которую задали прочитать. Но нам же, как всегда, лень это делать. Поэтому давайте хоть чуть-чуть упростим себе жизнь и будем читать за вознаграждение. А именно за конфетки. Разложите по книжке конфетки примерно в одинаковой периодичности. И съедайте ее ровно тогда, когда дошли до конфетки. А теперь самый хитрый лайфхак. Если вам задали стихотворение, а вам так лень его учить, то вы сможете с легкостью записать его на телефон. Главное сделать это очень разборчиво. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Теперь нам нужны наушники. И теперь, когда мы продели его под кофтой, прячем его волосами. Ну, девчонкам это будет очень легко сделать. А как парни? И включаем наше стихотворение с помощью наших наушников. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Ну, вы поняли, как-то так. Параллельно с этим стихом я его типа рассказываю. Эти лайфхаки были очень простые, но полезные. Поэтому вы их сможете с легкостью применить в своей жизни. А вот три комментария, которые ответили правильно на загадку из прошлого ролика. А сейчас найдите восемь отличий. Все ответы и предположения пишите в комментариях. Ну, а теперь не забывайте поставить лайк за такие лайфхаки. И чем больше будет лайков, тем скорее выйдет новое видео. Так что все зависит только от вас. И, конечно, подписывайтесь на канал, нажав на вот эту вот кнопочку. Также нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. А то какой смысл тогда от подписки? Ну, а на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok